Спасибо огромное за приглашение, за замечательное место, снова возможность вернуться в почти родные стены, потому что именно здесь в свое время началась моя работа над диссертацией, посвященной творчеству Андрея Соболя. Именно сюда я бросилась после того, как мы с научным руководителем утвердили тему и выяснили, что в университетской библиотеке книг и вообще текстов Андрея Соболя ни в каком виде нет. И только в библиотеке Белинского мне удалось выцарапать буквально несколько книжечек, потому что часть из них тогда еще находились в отделе спецхрана, по тому времени запрещенных еще, наверное, книг, которые не находились в постоянном бороте и не были предназначены к выдаче. И сегодняшний наш разговор об этом писателе, талантливом, но при этом забытом, мне очень долго пришлось думать над тем, как выстроить наш сегодняшний разговор. Почему я? Вы уже догадались. Я один из немногих исследователей, кто вообще владеет информацией об этом человеке. На сегодняшний день есть две монографии, посвященные его творчеству. Это моя книга «Андрей Соболь. Творческая биография», которая вот в таком виде была издана в 2002 году в формате диссертации. И сейчас на сайте redro.ru она доступна в электронном и в печатном виде. То есть можно, в принципе, зайти, найти, заказать и заполучить эту книжку. Но это все-таки литературореческая монография со сложной терминологией, с глубоким анализом. Уложить содержание почти 200 с лишним страниц в 40 минут довольно сложно. И говорить о нем, как о писателе, невозможно, не рассказывая про его биографию. Поэтому мы сегодня поговорим о нем в нескольких качествах. Ну, во-первых, сразу возникает вопрос к заголовку сегодняшней нашей встречи «Талантливый и забытый. Почему талантливый?» Этот вопрос возникает именно в силу того, что тексты Андрея Соболя мало кому сейчас известны. Даже когда я в свое время защищала свою диссертацию, вот буквально только что рассказывала про это, все оппоненты, рецензенты, которым я отправляла работу на рецензирование, просили им прислать копии произведений писателя, чтобы как-то с ними познакомиться, прежде чем погружаться в исследование, составить свое представление об этом авторе. После 1927 года Андрей Соболь в России не издавался. Все его книжки были собраны, сложены по спецхранам в библиотеках, были изъяты в процессе вот этой войны пролетарских писателей против попутчиков. Именно к попутчикам относился в свое время Андрей Соболь. Хотя современный ему писатель признавали в нем автора самобытного, необычного, оригинального, со своим собственным стилем. Валентин Катаев, советский писатель, можно сказать, отмечал ясный, доступный язык, теплоту и человечность, простоту, отсутствие фальшивых ущрений в текстах Андрея Соболя. И российские и зарубежные авторы, допустим, на русском зарубежье, творчество Андрея Соболя тоже принималось и оценивалось по достоинству. Но при этом все-таки писателя ждало забвения на долгие-долгие годы. И началось это забвение, по сути, в 20-е годы, еще до трагической гибели писателя, который в 1926 году покончил с собой. Началась кампания против попутчиков в 1923 году, после книги Льва Давидовича Троцкого «Литература и революция», где, собственно, клеймились попутчики. Началась эта кампания в советской тогда уже литературе. И стало появляться очень много разгромных статей в периодике, вот в журнале «Печать и революция» выступали многие критики, писатели с такими разгромными, по сути, обвинениями для Андрея Соболя, обвиняя его в идеологической растрепанности, политической расхляпанности, в том, что тексты его сумбурные и мало кому интересны на текущий момент. Однако это не мешало читателям скупать его книжки, читать его и в читательских анкетах ставить его фамилию на первое место в числе любимых писателей, тогда как в числе любимых поэтов у них, например, стоял Есенин. То есть фигуры на тот момент, в литературе 20-х годов, фигуры поэта Есенина и писателя Соболя были абсолютно равноценны друг другу. И уже после гибели Андрея Соболя его самоубийство было одним из громких таких вот событий в литературной жизни. И были статьи, которые прямо так и выходили уже через некоторое время «Есенин Соболь-Маяковский». То есть вот эти вот трагические самоубийства литературных деятелей, совершенно четко его фамилия стояла в ряду таких величайших поэтов, как Есенин Маяковский. Сам про себя Андрей Соболь писал. «Я окончательно бывший человек в самом начале 20-х годов, 22-23 год. Бывший эсэр, бывший комиссар, бывший сотрудник буржуазных газет. И это пишет человек, который на тот момент является секретарем Союза писателей». То есть вот этот вот трагический раздрай реальности и внутренней жизни, трагическая вот эта вот дуальность, изначально присущая его произведениям, она пронизывала абсолютно все, и его жизнь, его биографию, это события его жизни, и его творчество. Забыли его по нескольким причинам, как попутчика, как писателя, не поддающегося идеологической правильной оценке, не дающий идеологически выверенные картины мира в своих произведениях, и как писатель, который действительно для своего времени был голосом современности, а как раз в то время выковывались стандарты советской литературы, под которые то, что писал Соболь, не подходило никоим образом. И сегодня как раз мне бы и хотелось с вами об этом поговорить. Но эти вопросы, ответы на эти вопросы, в общем-то, мы можем дать в самом начале. На самом деле самый главный вопрос, наверное, который мне хотелось бы сегодня раскрыть, который мне бы хотелось, чтобы вы нашли для себя на него ответ, это вопрос о том, а почему сейчас? Почему именно сейчас имеет смысл говорить о нем, читать его тексты, погружаться в ту реальность, которую он описывал? Жизнь у него была весьма короткая, 38 лет, ему был отпущен, такой срок для поэтов и писателей, в общем-то, типичный. И его биография, по свидетельству современников, была не просто типичной биографией российского человека. Вот как Семен Шершер, литературный критик того времени, писал, это была не просто типичная биография российского человека начала XX века, а ее сгусток, ее супервариант. То есть его жизнь впитала в себя все, что только можно было собрать вот в то время, в это порубежье, в это пограничное время смены веков. И мы с вами тоже оказались на переломе вот этих веков. И его жизнь, с оглядкой на прошедшие сто лет, все то, что с ним происходило, может быть нам с вами созвучно. В какой-то мере, я думаю, мы можем считать себя его современниками. Именно в том смысле, что и жизнь и творчество этого писателя, и наше с вами пришлось на вот это вот переломное время рубежа веков. Жизнь его началась во второй половине, ближе к концу еще XIX века. Родился он в Саратове, в еврейской семье. Папа его был коммерсантом, но после смерти отца Андрей Соболь вместе с матерью возвращается на ее родину, в еврейское местечко Шавли, в черту оседлости. И там, что называется, полная ложка их хлебает все то, что было отмерено евреям, проживающим за чертой оседлости. Семья резко теряет уровень жизни после гибели кормильца. И мальчик Юся, тогда еще Соболь, Андрей Соболь, это его творческий псевдоним, изначально по метрикам Израиль Моисеевич Собель. И уже тогда 12-летним мальчиком Андрей вынужден зарабатывать, Юся, да, тогда он был еще Юся, вынужден зарабатывать, он подрабатывает в местном еврейском театре, в местечке, и в 14 лет убегает из дома. Убегает из дома, он к родственникам матери, в Пермскую губернию, сюда, вот недалеко от нас с вами, в город Пермь, где живет несколько лет у старших братьев своей матери. Там работает суфлером в театре, и там же он становится участником еврейского, сионистского молодежного кружка в Нейтсону. Эта молодежная организация помогала вернуться в Палестину. Тогда, думаю, вы знаете, возможно, что самое начало 20 века это было время, когда говорили о создании еврейского государства в Палестине. Именно тогда стали появляться такие деятели, как Жаботинский, как Герцог, и участником одного из таких вот молодежных кружков, которые планировали перевозить еврейскую молодежь в Израиль. И стал Юси Собель. Встречались, читали книжки, брошюрки, агитировали за Палестину. При этом именно тогда юный Юси начал писать стихи. Именно как поэт изначально, он входит в литературу, если можно назвать это входом в литературу. Он пишет стихи. Стихи, конечно, юношеские, даже в определенной степени детские, наивные, и это стихи не столько такие юношеские, лирические. Это не любовная лирика, это именно национально-патриотическая лирика. Он пишет о любви к своему народу, о его тяжкой доле. И это, конечно, вся эта его поэзия в русле таких, в русле становящихся национальных поэзий выстраивается, но при этом его печатают. Первые его стихи выходят в пермских губернских ведомостях, но вообще все его поэтическое наследие в свое время считалось утраченным. Тетрадки, рукописи своих стихов, которые он начал писать в Перми, потом продолжил писать в Орбите, куда уехал служить учеником-аптекаря, и где, кстати, совершил первую попытку самоубийства неудачную. Именно здесь, все стихи, которые он здесь писал, и потом на каторге эти стихи были утрачены после того, как он бежал с каторги. Эту тетрадочку он где-то оставил здесь. Долгое время не было известно где. А потом я совершенно внезапно обнаружила их в Тель-Авиве в архиве выходцев из Шанхая. Один из его товарищей по этому самому молодежному кружку, Абрам Кауфман, тетрадочку со стихами бережно сохранил, увез с собой, и там в архиве вот эта организация, она хранилась. Благодаря этой находке мне удалось написать часть своей диссертации, первую главу, посвященную как раз поэзии Андрея Соболина. После своих скитаний по Уралу, в Перми, в Эрбите, он возвращается к матери уже в Вильну, и там на рубеже 1905-1906, 1 января 1906 года, вот этот вот милый юноша, 18-летний, был арестован и попал на самую страшную царскую каторгу, какая только была возможна в те годы, на Амурскую колесную дорогу или колесоху. Это был совершенно драматический опыт для юного Соболя. И с одной стороны, травмирующий опыт, болезненный очень опыт, но с другой стороны, это опыт первого крушения надежд, первого разочарования в своих убеждениях. Именно там Андрей Соболь знакомится с Егором Сазоновым в горно-зеленной тульской тюрьме, и именно там он понимает, что идея национально-освободительного движения, идея на национальной идее, еврейская идея, и воплощение вот этой идеалов свободы для своего народа невозможно, пока нет свободы как таковой. И примыкая к эссерам, он проникается идеей всеобщей революции, всеобщего равенства, всеобщего братства, и вот именно там он становится революционером, по сути. Недолго пробыл он на колесухе, меньше года, но здоровье свое подорвал очень серьезно, и в 909 году по состоянию здоровья его перевозят в Баргузин, откуда он совершает дерзкий побег. И бежит через всю Россию, через Амур, через все вот эти вот сложные для передвижения места, на перекладных, очень долго потом в его текстах фигурирует образ баргузинских лошадок, которые спасли его от смерти. И попадает за рубеж. Он бежит за границу, становясь нелегальным эмигрантом, по поддельным паспортам. Перебирается через границу, и там несколько лет путешествует из города в город, то становясь студентом Бернского университета, то попадая в итальянскую деревушку Кави-Делованье, где с другими эсерами, революционерами, членами террористической группы они готовили покушение на горнодзея ильтуйского губернатора. То есть биография была у мальчика очень такая интересная. И именно в это время он начинает писать свои первые рассказы. Именно здесь, в эмиграции, он впервые пытается осмыслить свой каторжный опыт. И в процессе своей творческой деятельности, так скажем, он написал целую серию, вот там на предыдущем слайде, видите, довольно много книжек, посвященных именно каторге. «Колесуха», «Записки каторжанина», «Давай улетим», «На каторжном пути» еще была книга. Это все один и тот же сюжет, который по-разному трансформируется, который он переосмысляет раз за разом, снова и снова к нему возвращаясь. И этот прием во всех его текстах затем присутствует. Практически все его творчество – это его собственная биография, раздробленная на куски, и вот такими осколками, обломками, разлетевшаяся по всем его произведениям. Естественно, он получает бесценный опыт путешествия по Европе, встреч со многими людьми, и с литераторами в том числе. Там он знакомится с Борисом Савенковым, известным литературным под псевдонимом Ропшин и политическим деятелем Белого движения, после революции Белого движения, тогда эссера террориста. И вот здесь, в это время, основной темой его творчества становится тема русско-еврейских отношений, тема «Еврея в России». Он пытается осмыслить вот эту историю, и историю еврейского человека вне своей страны, не имеющего страны, живущего на чужой территории, и еврейского революционера. И у него несколько произведений посвящены как раз рассмотрению с разных углов вот этой темы. Именно там, именно тогда Андрей Соболь пишет первый свой роман «Пыль». Роман был издан, по-моему, в 1915 году. В 1914-1915 год он его пишет. И этот роман, многие сравнивали как раз с романом Ропшина, это псевдоним Бориса Савенкова, то, чего не было. Но если у Ропшина в романе его революционеры-террористы решают для себя вопрос о том, имеет ли право революционер лишать жизни другого человека во имя революции, во имя великой идеи. То есть это вопрос о вторжении в частную жизнь. То у Соболя этот вопрос очень серьезно трансформируется. Там боевая террористическая группа, основной сюжет романа разворачивается именно вокруг их деятельности, боевая террористическая группа отправляется в один из городков Российской империи для того, чтобы произвести теракт и убить местного губернатора. И в этой группе трое евреев и один русский. Городок этот находится в черте оседлости. И они все прекрасно понимают, что если будет убит губернатор и среди террористов будут евреи, то что начнется? Еврейский погром. Естественно, совершенно естественно, они спровоцируют еврейский погром. И понимаете, какая буря эмоций поднимается в душах героев. И вот три героя. Одна из героин девушка, Эстер, и два брата, Борис и Александр. Борис так и не решает, главный герой так и не решает для себя этот вопрос. Потому что для него, так же, как и для самого Андрея Соболи, на его примере, на его судьбе, на судьбе этого героя, он проигрывает эту историю, пытаясь сделать выбор. Быть революционером или как вообще вот эту трагическую дилемму разрешать. В конце концов, теракт совершается, бомба брошена, но при этом Борис, главный исполнитель, Борух, не уходит с места теракта и погибает сам вместе с этим губернатором. И он не знает о том, что произошло потом. И вот здесь вопрос не получает ответа. То есть несколько героев, каждый из них решает по-своему. Один из героев просто совершает самоубийство. То есть Эстер уходит из группы, говоря про то, что я не могу, это мой народ, это моя кровь, и будут бить Нахмана, Зеева, будут бить меня, будут насиловать Хаю, Лею, меня. И она покидает эту группу. И там множество вот этих вот нюансов, множество вот этих вот внутренних поисков, в которых находятся герои, которые так и не получают ответа. Каждый выбирает ответ для себя, но мы не знаем, что в конечном итоге важно здесь самому автору. И это один из первых героев самоубийц, опять-таки. То есть именно здесь Андрей Соболь приводит своего героя вот к этой конечной точке. Идет Первая мировая война, как вы понимаете, 14-й, 15-й, 16-й. Все вот эти вот путешествия, конечно, были с этим связаны. Но в 16-м году по чужому паспорту Андрей Соболь возвращается в Россию. Он возвращается в Россию, и сначала пытается служить по медицинскому ведомству. Он не может просто так вот сидеть без дела. По поддельным документам, конечно, он никуда не может устраиваться официально. Но революция меняет все. Как военный комиссар Андрей Соболь после революции, получив ту самую свободу, получив право еврею попасть в школу прапорщиков, он заканчивает 4-ю школу прапорщиков, и как военный комиссар временного правительства после февральской революции он попадает на фронт, в 12-ю армию, и там, вот в этой вот гуще, в этой водоверти, он впервые сталкивается с ужасом революции. То есть если до этого им владела романтика революционного движения, романтика вот этого передела мира, желание свободы, несение этой свободы человечеству, то здесь, попав на фронт, влекомый своими великими идеями, он впервые сталкивается с тем, что дар свободы далеко не всем нужен. Он попадает в трагическую ситуацию, где вот этот эпизод из его собственной биографии, рассказанной в статье писателя о себе, неоднократно повторяется в его произведениях, в судьбе разных его героев. Это история про то, как, будучи комиссаром, после одного из солдатских собраний, он становится жертвой избиения. Ему подкармливают солдаты, зерзки избивают за одним из цих гаузов. Его, политкоторжанин, человека, который в борьбе за свободу этих людей, положил здоровье. И это не единичный случай. Это, в общем-то, типичная история для тех времен. И в романе «Салон вагон» у него эта история повторяется. И в письмах за тем своим друзьям он писал очень горькие строки. «Нет свободной России, вместо нее вакханалия свободы. Нет любви к Родине, ее заменила равнодушие. Нет борцов за свободу, есть беглецы с революционных постов, беглецы с поля битвы, где решаются судьбы революции, России, мира. Неужели конец всему? И надо сложить руки, и дать грязному потоку контрреволюции смыть все, что было куплено столь дорогой ценой». Октябрьская революция так и осталась для Андрея Соболя переворотом. Не принял, как бы не пытался потом сродниться с этой действительностью. Но вот здесь, на фронте Первой мировой, он впервые понимает весь масштаб той катастрофы одним из участников создания, которой он был. То есть это человек, который не был даже не то, что в числе лидеров, даже в числе особо активных участников он не был. Он так вот рядышком, что называется, стоял. Но свою сопричастность к тому, что происходит, вот к этой водовертии, вот к этому кошмару, он чувствовал. И это, по сути, предрешило вот всю ту трагедию, которая далее разворачивалась в его творчестве. После Первой мировой возвращается в Россию в 1917 году, после того, как был заключен Брестский мир, и несколько лет практически ничего не пишет. Только в 1918 году начинает работать над... Не помню, это же повесть или романом-то был. Вот, вылетела совсем бред. Повесть, по-моему. Он активно участвует в литературной жизни, посещает всевозможные литературные общества и клубы, но при этом мало что пишет. В 1918 году, начиная работать над романом «Бред», он совершает литературную попытку устроить революцию в отдельно взятом городе. Помните ленинскую фразу и ленинскую идею про возможность революции в отдельно взятой стране. Вот Андрей Собольф в романе «Бред» показывает разворачивание революции в отдельно взятом городе. И в городе, весьма близком нам с вами, потому как в романе «Бред» этот город назван Бетир, что является таким перефразом «Рбита». И в описании, в общем-то, там вполне разворачивается панорама как раз ирбитская. Не указаны, авторам не указаны даты, в которые разворачиваются вот эти события в городке Бетир, но начинается там все очень просто. Театральная группа, театральная труппа приезжает в этот городок и да, но все равно там есть определенные революционные брожения, но после некоторых событий один из участников этой труппы агитирует жителей города Новосстания. И в конце концов к финалу романа я не буду, что называется, спойлерить, рассчитываю на то, что вы найдете, прочитаете текст Андрея Соболи сейчас есть в открытом доступе не только в библиотеках, но и в сети интернет. В отдельно взятом городе внезапно вспыхивает бунт. Конечно, это не революция, это просто бунт, тот самый, бессмысленный, беспощадный. И там опять-таки он как писатель пытается исследовать вот эту тему. Тему зарождения революции и тему ее последствий. И именно там у него появляется такой мудрый старец, персонаж, который главному герою, горящему, несущему свободу, совершенно искренне честного, одушевленной идеи свободы, чести, всеобщего братства и равенства, говорит ему о том, что революция, это, конечно, прекрасно. Пыль другая подымется, грабительская. Пророческие, в общем-то, слова, хоть и сказаны в 18-м году, но все последующие события гражданской войны и партийных чисток, и государственного террора, в общем-то, подтвердят вот эту вот, именно эту фразу, про то, что веру чистую и свободу завернут в тряпицу и за пазуху. После 17-го года Андрей Соболь оказывается еще и под подозрением и бежит из Москвы. 19-й, 20-й, 21-го, самое начало 20-х годов он проводит на Украине, поскольку, поскольку в Москве по неподтвержденным данным он должен был подвернуться аресту, как многие комиссары временного правительства тех времен. Но, в общем-то, поездка на Украину его не спасла, там тоже была парадоксальная ситуация, потому что в 19-м году, как раз блуждая по этим городкам, он был арестован добровольческой бригадой, приговорен к расстрелу, и только случайная встреча с каким-то там своим старым полипкатажным товарищем его спасла от этого расстрела, его уже буквально вели к рву для того, чтобы там положить пулеметной очередью. А в 21-м году, то есть там он был арестован добровольческой бригадой как большевистский комиссар, а в 21-м году в Одессе он арестовывается чрезвычайным комитетом, да, Чичака, без предъявления обвинений, проводит полгода в тюрьме, как СР, и как вот контрреволюционный комиссар. Из этого застенка его вызволяют московские друзья, писатели, обращаются ко всем и доходят вплоть до Каменевого и Бухарина, чтобы вытащить Соболя из этих застенков. Именно там 19, 20, 21 Андрей Соболь начинает писать свой самый известный роман «Солом-вагон». Знаковое очень произведение, классическое, можно сказать, для его творчества. «Соболя» именно там совершенно случайно первую рукопись этого романа няня старшего сына Андрея Соболя Марка случайно сжигает в печке. И ему приходится впоследствии восстанавливать эту рукопись, заново, по сути, переписывать это произведение с тем, чтобы затем уже его издать в Москве. Вернувшись в Москву, в 22-м году он избирается председателем Союза писателей, опять-таки продолжает активную литературную деятельность, занимается и собственным литературным творчеством, много пишет, довольно много издается, но при этом не будучи таким мейнстримовым, можно сказать, билетристом, широко читаемым публикой, он не принимается не находит одобрения у литературных критиков, так скажем. Уже тогда начинает набирать обороты идеологическая критика, уже тогда все эти ассоциации пролетарских писателей входят в силу, и Андрей Соболь как попутчик оказывается по сути человеком за бортом. Человек за бортом, именно так называется одно из его произведений, написанных в те годы, и это не просто его личное ощущение, по сути, это чувство всех его героев, он писал именно о таких людях, о тех людях, кто был в первых рядах, когда, собственно, создавалась революция, о безымянных солдатах этой революции, тех, чьими руками добывалась эта свобода, и кто после того, как революция свершилась, оказались за бортом жизни, оказались ей не нужны, то есть он не был контрреволюционером, он не был идеологическим противником революции, но интересно то, что именно его честность сыграла здесь, можно сказать, против него. Критик Ангарский, определяя попутчиков, очень точно про них сказал, про этих писателей, оказавшихся маркированными этим термином. С одной стороны, попутчики, они, поскольку сама жизнь их тащит за нами, но при этом они, по большей части, талантливы и берут жизнь, как она есть, срывая, конечно, с вещей и явлений подвешенные нами мирыбки. С виду получается, как будто оппозиция, фронда, а на самом деле нам показывают подлинную действительность, которую мы в шуме повседневных событий не видим и о которой закрываемся этикетками, подвесочками и ярлычками. И вот именно подлинная действительность в то время оказалась никому не нужна. Нужна была другая литература, которая создает красивую картинку, которая создает те самые этикетки, подвесочки, ярлычки и ширмочки, скрывающие всю подноготную, о которой собственно и писал Андрей Соболь. Вот в одном из последних своих рамонов «Салон-Вагон» он как раз выводит такого героя, человека с огромной совестью, комиссара временного правительства, тоже, наделяя его чертами собственной биографии, комиссара Геллерова, который как раз не имея ни сил, ни возможности что бы то ни было изменить, оказавшись вот в этой водоверте, водоверте революционных и послереволюционных событий, все, что позволяет себе это рефлексировать, наблюдать, фиксировать и обдумывать. И именно тогда его герой, устами своего героя, он произносит слова, ставшие пророческими для него самого. Не смерть страшна, а путь пройденный, путь в самом начале неверный, путь уже неисправимый, где не те вехи ставились, не те зарубки заносились, где уже поздно, поздно ровнять выбоины, метить новые заметы, и что смерть будет незаслуженным даром, нерадивому, и что надо встретить и принять ее просто и тихо. И вот смерть как незаслуженный дар, он ждал, но не дождался. В 1924 году он совершает первую серьезную попытку самоубийств, он травится морфием, но его откачивают, его спасают, долгое время проводят в больнице, и потом в конце 1924 года его отправляют на лечение в Италию, и вроде бы Италия дарит ему новое дыхание, там он начинает новый рассказ о «Голубом покое», новую повесть, начинает новые рассказы, вроде как все это его вдохновляет, и во многих биографических заметках о нем пишут про то, что вот Италия дала ему новый такой толчок и в творчестве, и в жизни, но при этом именно там, в Италии, он пишет свое последнее стихотворение, он долго-долго не писал стихов, вот были детские, юношеские, потом проза, и вот стихотворение, которое я нашла в архиве в Эмли, в Москве, которое по своим художественным характеристикам, наверное, лучшее из всего, что было Андреем Соболем написано именно в поэзии, хорошо придвинувши к окнам кровать, глядеть, как по небу плывут облака, и слушать шуршание морского песка, забыть, что на свете есть люди, погосты, и умирать незаметно и просто, хорошо придвинувши к окнам кровать, глядеть, как купаются звезды в волнах, и слушать, как ночь шевелится в кустах, не знать, что на свете стоглаза и лихо, и умирать незаметно и тихо, не очень похоже на стихи возрождающегося к жизни человека. И в 25-м году, вернувшись из Италии в Москву, Андрей Соболь еще пытается работать, пытается писать, уже практически не работая над собственными произведениями, он уже не может писать так, как он хотел бы, так скажем, да, уже ситуация не та, он берет подемную какую-то литературную работу, он ездит как журналист по комсомольским, не только комсомольским стройкам, появляются всевозможные его очерки, столица Мугани Ленина, есть по Средней Азии, пишет про то, что происходит там, но в целом его творческая судьба в этот момент уже искалечена, изломана, и можно сказать, что восстановлению не подлежит, и жизнь в общем-то без творчества для него уже была окончена, именно поэтому в 26-м году он стрелялся, стрелял можно сказать по-пушкински в живот и с тяжелейшим ранением был доставлен в больницу, где через некоторое время в ужасных муках скончался. Краткая такая жизнь в литературе и в истории можно сказать яркая звезда вспыхнувшая и погашшая, при этом типичная судьба для человека того времени, герой можно сказать своего времени. Варлам Шаламов назвал его совестью русской интеллигенции, Михаил Сарагин тоже об этом писал, все его современники, все его друзья подчеркивали в нем именно эту черту, его предельную честность и предельную совестливость. И возможно именно вот этот тяжелый груз ответственности, который он на себя позволил и не позволил ему не примириться с тем, что происходит, не убедить себя в том, что все, что делается правильно, не уехать из этой страны и продолжить свою жизнь, оставшись в Италии, то есть так метавшись между вот этими двумя точками, в конце концов, он, как и один из его героев, выбрал остаться под новой, выбрал смерть как избавление для себя. Трагический выбор и для него самого, и для литературы, хотя с другой стороны есть некоторые свидетельства биографов и мемуаристов, что в 20-е годы Андрей Соболь получал недвусмысленные даже, ну, не предложения, это сложно назвать предложениями, его вызывали на встречи в ОЧК и предлагали писать доносы, что что-то греть душой. Достоверных подтверждений этому факту нет, но вот в мемуарных произведениях об этом пишут. Приводится даже письмо Андрея Соболе Клоначарскому, где он пишет, где он отказывается от этих подметных писем и говорит о том, что с его жизненной позицией эта история несовместима. И многие исследователи говорят про то, что, возможно, именно вот это стало причиной самоубийства писателя. Но эти связи, они достоверны, это скорее гипотеза. И как писал Маяковский в свое время, 20-е годы были таким таким временем, когда мозг, расширившись как глаза испуганного зверя, привыкал воспринимать раньше невыносимую катастрофичность. Вот у кого-то мозг привыкал, а у него не смог. Жить с этой катастрофичностью у него не получилось. И в своем творчестве, в своих произведениях он каждый раз, подходя к решению вопроса человека и вопроса вот этого выбора. Сначала это был выбор между выбор национальной свободы, сначала выбор себя, идентификация себя как человека, принадлежащего к определенному народу, к своему народу. И выбор собственно права этого народа на свободу. Затем была идея всеобщей революции, всеобщей свободы, и вопрос человека в связи с революционным движением, в связи с великими идеями. Я и мой народ, я и большая идея. И в конце концов он пришел к совершенно экзистенциальному вопросу, в общем-то наверное вполне закономерно, когда уже нет никаких идей идеологии, когда они не имеют значения, и когда принадлежность к народу тоже, в общем-то, утрачивает определенную значимость, и когда человек оказывается наедине с временем, наедине со временем и наедине с собственным бременем, с бременем событий своей прошлой жизни, с бременем совершенных им поступков, сделанных и не сделанных выборов. И именно здесь в ответе на этот вопрос Андрей Соболь и для своих героев в том числе, все его герои кончают трагически, они либо погибают от рук солдат, либо их убивают какие-нибудь бандиты-грабители, в любом случае, либо они кончают с собой. Все его герои так или иначе заканчивают гибелью, именно не смертью до тихой, спокойной где-то там, а трагической гибелью. И именно так обрывается жизнь самого Андрея Соболя. И вот даже не знаю, что он сказал в заключении в связи с этим, потому что как у него не было ответа на этот вопрос и тот ответ, который он для себя, тот выбор, который он для себя сделал, тогда для него был наилучшим, но сейчас, глядя на эту историю, мы можем только догадываться о том, что тогда происходило, какие мысли его терзали. поэтому давайте я, наверное, таким многотучием здесь закончу, позволив вам самим окунуться в его тексты, в его произведения, поискать его повести, рассказы, романы. Вот такая, кстати, вот еще есть книжечка, если не знаю, она у вас, с ключевыми его произведениями. Я сегодня планирую еще вечером начитать один из его рассказов и выложить у себя в телеграм-канале, поэтому, если вам интересно, можете меня найти в телеграме, подписаться и послушать в моем исполнении чтение его рассказа. Сейчас я готова ответить на ваши вопросы об этом прекрасном человеке и писателе. Ну вот я состанула с тем, что он еще и как переводчик выступал. Был такой период, да, и когда он был в эмиграции, как раз он переводил произведение Шолома Алейхома, переводил с иедыша на русский и его переводы в собрание сочинений присутствуют. переводчик. Я считаю, что он еще переводчик. Потому что такой небольшой такой был. Он был и как переводчик, и как редактор, и как журналист. То есть он столько творческих этих профессий перепробовал. У него какая была вечная жизнь за 36 лет? Он был женат революции. Вечная жизнь у него тоже была весьма бурная. Он несколько романов, много-много разных романов, не буду называть всех имен, потому что сама не всех помню. он был одно время женат на Архиле-Соловне Бахмутской, и в браке с ней его был рожден сын Марк. Марк Соболь, поэт военной поры, поэт-фронтальник. Он остался с женой после развода, и затем во втором браке у него еще был сын Шурочка. оба сына жили в Советском Союзе, и также благополучно женились, растили детей. Она из внучек Андрея Соболя, она сейчас живет в Тель-Авиве, Марина Потоцкая, известная там детская писательница. Благодаря ей мне удалось найти его стихи. У меня такое предположение. Получается, что то, что он писал, это для него снова может быть было что-то вроде психотерапии, то есть он все переосмысливал, переосмысливал, пытался найти эти опоры и так и не нашел. Да, скорее всего, то есть это попытка заговорить сверх, так скажем, в определенной степени. То есть для него творчество было попыткой осмыслить происходящее и дробя на персонажей свою собственную биографию, раздаривая, раздавая кусочки своей жизни персонажам разных произведений, он в определенной степени пытался понять и то, что происходит, и то, что происходит в его жизни, то, что происходит в стране, найти ответы на определенные вопросы и поговорить об этом с читателями. И да, в определенной степени это была терапия, конечно. Когда издавалась первая книга, пирожные сказали, да? Она издавалась где? Она издавалась в Россию. Она была не первая книга, так скажем, то есть он публиковаться начал, еще будучи в эмиграции под нелегальным именем, он здесь публиковался как Андрей Нежданов в журналах. Да, я чтобы не врать вам с датами, я прямо даже в конце диссертации такая чудесная табличка из жизни общества Андрея Соболя первая господная биография. одной из первых публикаций, первых известных его публикаций была публикация рассказа «Человек с прозвищами» в 1913 году в журнале «Русское богатство» в Москве. Он тоже русский, да? Да, да. А потом вот роман «Пыль», он был опубликован первые главы этого романа опубликовались в журнале «Русская мысль» в 1914 году. Отдельным изданием уже, по-моему, он 15-16 год был издан. И у него довольно много было изданий и до революции, и после революции. В 1926 году было издано его четвертомное собрание сочинений, которое моментально разошлось и настолько было востребовано, что в 1927 году на следующий год после его гибели удивительный по тем временам случай переиздание в 1926 году издана в 1927 году было предпринято переиздание. То есть спрос был был. Да, спрос на его произведение было очень большое.